Славянск-на-Кубани богат не только своим культурным наследием, но и необычайно красивой природой. Кроме того, наш город становится всё краше, благоустроеннее и уютнее с каждым днём. Благодаря работе администрации города и района, специалистов дорожных и коммунальных служб, работников общественно-социальных центров, год от года более уютным и комфортным для проживания становится Славянск-на-Кубани. Большую помощь в благоустройстве оказывают и жители нашего города. Причём не только взрослые, но и юные славянцы. Я считаю, что это хорошее дело, что мы садим деревья, мы озеленяем город. Мне хочется озеленить наш город, чтобы он стал красивее. Ученики двух восьмых классов 18-й школы приняли участие в городском озеленении. Сто кустов сирени высадили школьники вдоль улицы Отдельской. Аллея протянулась от Октябрьской до Таманской. Уже весной вдоль Таманского городка зазеленеют молодые деревца сирени. Наша администрация Северного округа вышла с инициативой к депутату, к пышной Людмиле Никитичной, которая является директором 18-й школы. Попросили помочь нам в субботнике. Людмила Никитична откликнулась и дала нам детей. И сегодня дети благоустраивают наш город, высаживают сирень. Во время посадочных работ учителя рассказали детям, что именно сирень являлась цветами победы после Великой Отечественной войны. Теперь ребята смогут любоваться плодами своего труда, когда на деревьях распустятся яркие цветы сирени. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова